Только за прошлый год Алтайский край продал за границу 2,5 миллиона тонн растительной продукции. Это почти половина от общего объема общероссийского экспорта той же категории продуктов. Как отмечают в управлении Россельхознадзора по Алтайскому краю, традиционных импортеров Казахстана и Киргизию обошла Поднебесная. Все мы смотрим в сторону Китая. Огромное увеличение наблюдалось по прошлому году экспортного потенциала по Сибирскому федеральному округу. Алтай, конечно же, здесь впереди. 29 наименований продукции, представляете, было отгружено в прошлом году. Россельхознадзор подписал огромное количество протоколов между Министерством сельского хозяйства Российской Федерации и Министерством сельского хозяйства Китайской Народной Республики. Растительную продукцию от России закупает порядка 50 стран, но из их числа выбыло три государства. При этом вырос экспорт в Афганистан, Ирак, Азербайджан, Индию и Таиланд. Недавно алтайское зерно и зернопродукты стали закупать в Зимбабве и Гвинеи. Каждая страна предъявляет свои требования к качеству продукции. Все экспортеры, которые начинают деятельность свою, естественно, сталкиваются с проблемой, как начать, с чего начать и каким образом получить вот эти документы сопроводительные, чтобы отправить свою продукцию в третьи страны, либо в страны таможенного союза. И здесь однозначного ответа на вопрос нет, потому что страны предъявляют разные страны разные требования к своей продукции, к своей аттестации. Если в России оценивают зерно на наличие 225 пестицидов, то Япония проверяет по 525 параметрам, а Азербайджан – всего по 5. С этого года обследование качества зерна станет обязательной процедурой. Заключение будет направлено в страну, куда предприятие планирует поставить продукцию. Китай сам ввел свой список, он называется «Цайфер». После нашей аттестации предприятие подписывает акт обследования, этот акт переправляется в Китай. И только когда Китай внесет этот акт к себе в список, только после этого начинается экспорт продукции в Китай. На это уйдет от недели до трех месяцев, в зависимости от скорости работы страны-партнера. Наши же специалисты Центра оценки качества зерна – это 150 человек плюс привлеченные. Планируют до ноября исследовать 4000 проб от всех потенциальных экспортеров этого года, а это около 300 заявителей. Бесплатная услуга действует сегодня только для пшеницы. Такой инструмент, как мониторинг качества зерна, пшеницы именно бесплатный, это очень даже здорово и отлично для тех, кто будет выращивать эту культуру. После того, как наш специалист определяет качественные характеристики, опять же наш специалист вносит в систему без зерна данные о качественных характеристиках пшеницы. Как уверяют надзорные структуры, никаких карательных мер к сельхозпроизводителям применять не будут ни на этапе подготовки, ни во время мониторинга продукции. Подавать заявку на обследование производители смогут после того, как их обучат. Это состоится 26 июня на общем собрании. Однако такой скоростной анализ продукта устраивает не все страны. Китай требует, чтобы производитель отслеживал качество продукции на всех этапах ее производства, от посадки до реализации. Общероссийская мониторинговая система совмещает в себе программы «Сатурн», «Меркурий» и «Аргусфита». Так производство будет отслеживать компьютеры, несмотря на сложность. Само наличие работы предприятия в системе увеличивает его шансы попасть в китайский список «Цайфер». Но и он постоянно корректируется. Дарья Ерошина, Владислав Ковалев. День с толком.